здравствуйте сегодня я прочитаю лекцию 7 по нашему курсу мфк биоинформатика который называется биоинформатика и разработка лекарств давать задание по разработке лекарств мы вам не будем вместо этого в начале следующей лекции будет контрольная по лекции 6 и лекции 7 соответственно готовьтесь по этим материалам контрольная будет примерно на 15 минут нужно будет выбрать один правильный ответ или может быть два правильных ответа из предложенных вам вариантов контрольная будет не очень сложная как можно использовать биоинформатику для разработки лекарств сегодня я приведу пример использования обычных методов биоинформатики без применения каких-либо специализированных компьютерных программ и алгоритмов приспособленных непосредственно для разработки лекарств научным языком то что мы сделали называется изменение терапизма вектора для генной терапии компьютерный дизайн фибера рекомбинантного птичьего аденовируса сло говоря более простыми словами мы взяли птичий аденовирус который в норме не способен проникать в клетки человека и с помощью небольшого изменения сделали его способным проникновению клеток человека но такой пример который я рассказываю на протяжении уже очень многих лет в этом курсе но на сегодняшний день наверное он весьма актуально выглядит птичьи аденовирусы можно использовать в качестве векторов для генной терапии на рисунке показано строение вериона птичьего аденовируса сло внутри вериона находится днк которая окружена белками образующими капсид нас интересуют два длинных выроста на поверхности аденовируса сло они имеют белковую природу это так называемые короткие и длинный фиберы аденовируса у которых есть еще маленький доменчик белковый также который называется головка или ноб домен и вот собственно эти домены могут использоваться для модификации свойств проникновения этих вирусов внутрь клеток птичьи аденовирусы имеют преимущество по сравнению с аденовирусами человека в частности вирус сло можно наращивать в куриных эмбрионах при этом в одном курином эмбрионе можно получить до 10 в 12 вирусных частиц такой способ выращивания вируса гораздо проще и дешевле чем выращивание вирусов человека в культурах эукариотических клеток кроме того на вирус село отсутствует первичная иммунная реакция у людей поскольку люди в норме не инфицируются этим вирусом вирус село не реплицируется в клетках человека и млекопитающих но при этом у этого вируса есть ряд недостатков в частности вирус не может проникать в некоторые типы клеток млекопитающих например в клетке молочной железы что было бы желательно для использования этого вируса в качестве вектора для генной терапии при лечении рака молочной железы задачей нашего исследования было изменение терапизма вектора то есть способности проникать в клетки другого типа несущие на поверхности рецепторы так называемые интегрины это было предположено что это возможно достичь с помощью вставления в определенные поверхностные участки вируса аминокислотных остатков rgd вируса село для этого нужно было выявить поверхностно расположенные участки белков аденовируса что такое rgd и почему собственно rgd rgd как мы уже знаем из предыдущей лекции это последовательность аргинин глицин аспарагиновая кислота и именно такая последовательность аминокислот позволяет белкам взаимодействующим со со специальными белками находящимися на поверхности клеток называющихся интегринами проникать внутрь клетки интегрины это трансмембранные гетеродимерные клеточные рецепторы взаимодействующие с внеклеточным матриксом и передающие различные межклеточные сигналы от этого зависят очень многие параметры клетки такие как ее форма ее подвижность интегрины могут участвовать в регулировке клеточного цикла структурно интегрины представляют собой гетеродимер каждый из них состоит из одной альфа и одной бета-субъединицы бета-субъединица большая состоит как мы видим на рисунке из двух частиц соединенных между собой с с мостиком молекулярная масса субъединиц варьирует от 90 до 160 кДт тут на рисунке показаны совершенно определенные альфа и бета-субъединицы у других белков молекулярная масса может немножко отличаться альфа-субъединицы определяют специфичность интегрина к леганду а бета-субъединицы связаны с компонентами цитоскелета и обеспечивают передачу сигналов клетки у человека описано 18 альфа и 8 бета-субъединиц при этом каждая альфа-субъединица образует комплекс только с определенным набором бета-субъединиц и в итоге имеется всего 24 варианта таких димеров и так мы имеем аденовирус наша задача вставить аминокислотные остатки rgd в поверхностно экспонированный участок длинного фибера аденовируса сло что мы имеем в чем заключается проблема проблема заключается в том что пространственная структура длинного фибера сло не расшифрована то есть у нас нету данных о том какие именно участки белка выступают на поверхность нам это нужно установить самим каким-то другим способом кроме как расшифровка пространственной структуры потому что мы этим методом не владеем при этом у нас есть аминокислотные последовательности аминокислотная последовательность ноб домена длинного фибера сло и аминокислотные последовательности других аденовирусов человеческих аденовирусов для которых данные о пространственной структуре этих ноб доменов имеются но при этом наблюдается очень ограниченное сходство аминокислотных последовательностей между фибером сло и соответствующими белками человеческих аденовирусов у которых известна трехмерная структура что же мы делаем с помощью методов биоинформатики вот здесь показано выравнивание двух участков аминокислотных последовательностей сло и последовательности ноб домена длинного фибера адена 5 выравнивание не по сопоставлению аминокислотных остатков друг другу а по сопоставлению вторичной структуры этих последовательностей вот букв очками е большими на этих последовательностях обозначены бета тяжи как вы помните из предыдущей лекции бета тяжи это такие участки структуры полипептидных цепей которые образуют между собой бета листы вот бета тяжи они внутри каждого участка аминокислотной последовательности и сло и адена 5 отмечены буковками е и соответственно буквы вот же h ай и джей соответствует их нумерации их порядку в кислотной последовательности посмотрите на крайне правые тяжи обозначенные буквами е справа тут виден ограниченный участок сходства на уровне аминокислот вот мы решили что наверное эти тяжи выровнены правильно судя по наличию этого участка и для адена 5 известно что участок белка между тяжами h и ай у вирусу сло тоже выходит на поверхность вот здесь есть две буквочки п и в соответственно пролин и валин и мы предположили что видимо это как раз то что экспонировано наружу поэтому именно в это место и была вставлена последовательность rgd в результате действительно оказалось что полученный модифицированный вирус проникал в кроличьи клетки молочной железы in vivo то есть непосредственно в живом кролике с эффективностью сравнимой с эффективностью человеческого аденовируса типа 5 в сентябре 2007 года в довольно известном журнале journal of virology было опубликовано наша статья вот здесь заглавная страничка этой статьи показано интересно что месяцем позже journal of general virology это другой журнал на тоже очень хорошие в области вирусология была опубликована статья со структурой длинного фибера аденовируса сло и оказалось что предсказанное место для введения rgd действительно оказалось на поверхности белковой глобулы и представляла собой очень удобный для введения модификации участок более того автор этой статьи еще до того как она вышла увидев нашу публикацию написали нам письмо со своими поздравлениями что мы вполне удачно справились с поиском экспонированного наружу участка белка и без рентгеноструктурного анализа итак переходим к следующей части лекции что такое лекарство но тут дано одно из определений лекарств лекарственное средство лекарственный препарат или медикамент или лекарство это вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы которая может быть таблеткой капсулой раствором мази чем-то еще применяемая для профилактики и лечения заболеваний сколько существует лекарств настоящему времени в мире разработана более 7000 лекарственных препаратов причем большинство из них появилась в последние 25 немножко об истории химиотерапии основоположником современной химиотерапии считается пауль эрлих который получил нобелевскую премию 1908 года вместе с мечниковым по медицине и физиологии он выдвинул гипотезу о существовании так называемых хеморецепторов это специальные тканевые структуры специфически взаимодействующие с химическими веществами кроме того он постулировал возможность использования этого феномена в терапии различных заболеваний и действительно он был можно сказать то что во многом а просто всецело прав кроме того он внес большой вклад в практическую в практическое применение и разработку лекарств например на протяжении многих лет он разрабатывал лекарства на основе мышьяка и в конце концов достиг невероятного по тем временам успеха он получил абсолютно безвредное очень эффективное лекарство от сифилиса как вы понимаете в то время сифилис был очень большой проблемой здравоохранения несколько фраз об особенности разработки лекарств на современном этапе надо сказать что разработка лекарств это очень сегментированный рынок даже самая большая компания которая называется Pfizer имеет всего только 11 процентов доля рынка на этом рынке существует очень высокий уровень риска дело в том что разработка лекарств длится от 10 до 20 лет и при этом большинство лекарств не выходит на рынок то есть компания рискуют значительными вложениями без окончательного понимания того получит они отдачу от этих вложений или нет регистрация препаратов это отдельно очень сложный и длительный процесс в результате которого довольно много неудач происходит вот здесь показана диаграмма иллюстрирующая причины неудач при регистрации препаратов больше половины случаев отказов при регистрации препарата связано с тем что лекарства оказываются недостаточно эффективными примерно 35 процентов неудач связано с побочными эффектами от препаратов ну и еще может быть нехорошая фармакокинетика или какие-то проблемы с документацией или другие причины в общем регистрация препаратов процесс очень сложный длительный и к сожалению не всегда заканчивающийся удачно здесь показан график иллюстрирующий то каким образом связано ежегодное вложение в разработку лекарств и количество одобренных препаратов как вы видите ежегодные вложения постоянно растут количество одобренных препаратов не особо увеличивается что опять же подчеркивает риски компаний по инвестированию разработки лекарств этапы создания нового лекарства включает себя не клинические или доклинические исследования клинические исследования и регистрацию лекарственного препарата не клинические исследования это собственно поиск и оптимизация кандидатного лекарственного средства это в основном работа с культурами клеток и животными дальше наступает фаза клинических исследований которые сопровождаются производством препарата и продолжением токсикологических и фармакенетических исследований а также клиническими испытаниями фазы 1 фазы 2 и фазы 3 которые уже проводятся с участием пациентов фаза 1 это проверка безопасности фазы 2 эффективности фаз 3 это уже сравнительное исследование на больших выборках пациента и после завершения доклинических и клинических исследований делается портфолио и подается заявка на регистрацию регистрация лекарства занимает от 6 до 18 месяцев и это процесс на во время которого эксперты оценивают результаты доклинических и клинических исследований и принимают решение о том зарегистрировать данное лекарственное средство или нет затраты на полный цикл разработки одного нового лекарства обычно составляют от 900 миллионов до 2 миллиардов долларов типичное время разработки лекарства 10-15 лет ну при этом использование новых технологий в частности компьютерных технологий может существенно ускорить и удешевить стадию поиска и оптимизации лидерного соединения то есть стадию до клинических исследований при этом клинические исследования регистрация остаются столь же длительными и от этого никуда не уйдешь но здесь приведен пример который позволяет сравнить эффективность использования компьютерных технологий и традиционных методов при разработке лекарств пример такой специалисты фирма формация сейчас эта часть фирма пфайзер использовали компьютерные методы для поиска ингибиторов тирозин фосфатазы 1b с целью разработки лекарства диабета в результате было отобрано 365 соединений 127 из которых демонстрировали ингибирующий эффект то есть 35 процентов соединений можно было исследовать дальше в доклинике чтобы выбрать из них уже лидерное соединение идти дальше одновременно провели традиционный высокопроизводительный скрининг то есть это просто брали библиотеки уже на синтезированных химических соединений каждый из них проверяли и среди 400 тысяч проверенных соединений отобрали 81 перспективное соединение то есть а эффективность была 0021 процента что свидетельствует в пользу компьютерных методов по крайней мере на данном примере здесь приведены примеры лекарств разработанных с применением компьютерных подходов это такие известные лекарства как например капотен для лечения гипертония или томифлю для лечения гриппа рассмотрим основные стратегии используемые при компьютерной разработке лекарств как правило при компьютерной разработке лекарств известно мишень на которую действуют лекарства в основном мишенью являются те или иные белки анализ может проводиться как с помощью компьютера это закрашенные желтым стадии так и в обязательном порядке часть анализа проводится с помощью экспериментальных методов без этого невозможно эти методы компьютерные и экспериментальные чередуются так если у вас уже отобраны какие-то соединения с помощью например компьютерных методов тестирование активности все равно проводится экспериментально потом как правило проводится еще одна оптимизация данных лекарственных соединений за которым следует химический синтез а при очередное тестирование активности и только уже после этого выходят на доклинику клинику и наработку производства препарата анализ структуры белка мишени и его комплексов иногда приводит к неожиданным результатам пример приведенный здесь это то что методом симуляции молекулярной динамики исследовали структуру комплекса интегразия вич это вирус иммунодефицита человека с известным ингибитором при этом нашли новое место связывания этого ингибитора находящаяся неподалеку от того которое было обнаружено при расшифровке структуры с помощью рентгеноструктурного анализа и в дальнейшем это привело к разработке лекарства ралтогравира который используется в настоящее время для лечения спида то есть не всегда место связывания ингибитора который был предсказан компьютером и для которого даже есть данные рентгеноструктурного анализа оказывается единственным и уникальным иногда даже тот же самый ингибитор способен эффективно связываться в другом месте и это может дать тоже ценные знания для разработки дальнейших лекарств лекарственных препаратов важнейшими стадиями компьютерной разработки лекарств которые очень часто используются при компьютерной разработке лекарств являются докинг и виртуальный скрининг которых мы сейчас поговорим здесь приведена схемка на которой показаны какие же мишени в основном используются в современной фармацевтической промышленности при разработке лекарств примерно 45 процентов мишеней это клеточные рецепторы около 30 процентов ферменты 11 процентов гормоны днк составляет всего 2 процента мишени ядерные рецепторы тоже 2 процента ионные каналы 5 процентов остальное это неизвестные мишени мы немножко поговорим о том каким образом к неизвестным мишеням тоже подбирают лекарственные средства чуть позже и так подавляющее большинство лекарств это низкомолекулярные ингибиторы белков наиболее полная база данных известных низкомолекулярных соединений которые могут рассматриваться в качестве потенциальных лекарств это папхем она содержит более 37 миллионов веществ каким же образом можно подобрать ингибитор белка как правило у белка есть или место связывания его с каким-либо другим белком или каким-либо другим веществом или активный центр и нужно найти соединение подходящее к определенному месту пилка например к активному центру как ключ к замку вот как я уже говорила база данных папхем содержит более 37 миллионных веществ при этом даже среди гораздо меньшего количества соединений можно с помощью перебора найти такое которое будет связываться с интересующим нас белком докинг это моделирование взаимодействия двух молекул чаще всего белка и низкомолекулярного вещества предполагаемого леганда докинг позволяет найти оптимальную конформацию и расположение лика леганда вместе связывания и оценить силу взаимодействия виртуальный скрининг это последовательный докинг множество различных низкомолекулярных веществ против одного и того же белка с целью подобрать для экспериментальной проверки наиболее перспективные из этих веществ а при этом каждое вещество примеряется к месту которое нужно заингибировать на белке множеством различных способов еще к тому же с изменением конформации низкомолекулярного леганда то есть после такой переборки можно из всей массы веществ отобрать некоторое количество веществ которое некоторой большей вероятностью связывается соответствующим местом на белке и таким образом сократить количество веществ требующих экспериментальной проверки здесь представлен список баз данных химических соединений которые используются для докинга как я уже говорила наиболее представленным банком является банк пап хим также интерес представляет например банк драгбанк которым находятся данные о уже описанных лекарственных соединений и информация об их мишенях он содержит всего 6711 соединений при этом интересным современным методом получения новых лекарств является так называемое репозиционирование лекарств то есть лекарство которое применялось для лечения какой-либо одной болезни может быть полезным для для лечения другой болезни но в частности мы сейчас наблюдаем вот случай с коронавирусной инфекцией для лечения которой используют все больше и большее количество лекарств которые изначально позиционировались как лекарства от совершенно других заболеваний это такой современный подход который довольно широко используется в мире при этом на самом деле для того чтобы этот подход эффективно работал необходимо проведение нормальных полноценных клинических испытаний для проверки эффективности данного лекарства для лечения другой болезни но видимо в случае с коронавирусной инфекцией такой срок этой проверки может быть уменьшен для того чтобы максимально использовать имеющийся потенциал лекарств и побыстрее репозиционировать то что возможно для лечения соответствующего заболевания а здесь показаны компьютерные программы для докинга и виртуального скрининга которые используются в мире наиболее широко использующейся программы является автодок по-видимому не потому что она такая хорошая а потому что она бесплатная и более доступная чем другие программы у нас был опыт использования автодок не очень нас удовлетворивший в результате мы остановились на использование программы а 7 которая платная но как нам показалось дающие гораздо более адекватные результаты ну видно что в мире всего 6 процентов пользователей пользуются этой программы так выглядит процесс докинга к сожалению по техническим соображениям я не могу продемонстрировать как меняется конформация этого соединения и как она скачет прикладываясь к разным местам на данной молекулярной поверхности но тем не менее это картинка все равно дает некое представление о том каким образом происходит докинг в реальном исполнении здесь показана общая схема подбора низкомолекулярного ингибитора с помощью виртуального скрининга берется библиотека химических соединений к ней применяется ряд фильтров про которые будет расскажем рассказано чуть позже так называемое правило пяти ли пински и дальше происходит виртуальный скрининг то есть перебор оставшихся веществ и отбор лучших по оценочной функции соединений ингибиторов которые дальше идут на анализ вот такой симпатичный ученые кристофер ли пински придумал фильтры для библиотек химических соединений которые называются правило пяти именно это такое правило что лекарство должно иметь молекулярную массу не больше 500 дальтон липофильность так называемый лог п менее 5 п это коэффициент распределения в системе энактанол вода не более пяти доноров водородной связи связи не более десяти атомов азота и кислорода это соответственно грубая оценка числа акцепторов водородной связи вот если все эти правила применить то можно сильно сэкономить на времени обсчета не всю химическую библиотеку просчитывать а только тем не менее не все так просто вот здесь на картинке показаны два типа лекарственных соединений синенькими квадратиками обозначены лекарства для лечения центральной нервной системы а большими квадратиками разных цветов и кружочками обозначены различные антибактериальные средства при этом видно что синие квадратики в основном укладываются в правила липинские то есть лог п меньше 5 и молекулярная масса меньше 500 соответственно антибактериальные препараты довольно часто выходят по молекулярной массе за ограничение установленные липински то есть соответственно ничто не может быть абсолютно следующая стратегия используемая при компьютерной разработке лекарств это так называемый дэновый дизайн слева на картинке показан схема виртуального скрининга с помощью молекулярного докинга то есть мы имеем набор легандов и мы ищем максимальное соответствие уже готового леганда к соответствующему месту на белке справа показан так называемый дэновый дизайн это когда мы имеем библиотеку фрагментов и подбираем к каждой выемки на белке соответствующий фрагмент а потом объединяем нужной длины и структуры шивками химическими эти фрагменты то есть мы получаем как новое химическое вещество включающие в себя фрагменты подходящие к архитектуре данного активного центра или места связывания на белке дальше переходим к так называемому фармакофорному скринингу построение модели фармакофора термин фармакофор был введен еще паулем эрлихом в 1909 году он тогда звучал определение звучало так фармакофор это молекулярный остов который несет соответственно for существенные признаки ответственные за биологическую активность лекарства лекарства фармака поэтому фармакофор в 1977 году это определение было модифицировано питером гундом фармакофор это набор структурных признаков в молекуле которые распознаются биологическими рецепторами и являются ответственными за биологическую активность молекулы ну и современное определение дало и юпак не знаю насколько оно более понятно что фармакофор это набор пространственных и электронных признаков необходимых для обеспечения оптимальных супрамолекулярных взаимодействий со специфической биологической мишенью которые могут вызывать или блокировать ее биологический ответ может быть на современном уровне это более понятно хотя мне кажется что определение пауля эрлиха до сих пор вполне приемлемо на самом деле под фармакофорными признаками обычно понимаются некие фармакофорные центры и расстояние между ними которые необходимы для проявления данного типа биологической активности типичными фармакофорными центрами являются гидрофобные области ароматические кольца доноры и акцепторы водородной связи они онные и катионные центры и при по фармакофорном поиске проводится поиск соответствия между описанием фармакофора и характеристики молекул из базы данных находящихся в допустимых конформациях то есть фармакофор это некое химическое и пространственное описание под которые может могут подходить многие молекулы в определенных для них конформациях то есть это подход отличный от докинга который манипулирует непосредственно с конкретными химическими соединениями фармакофор это некое общее описание того что может подойти для данного белка в качестве ингибитора существует специальное программное обеспечение для моделирования фармакофоров вот здесь несколько программ которые умеют это делать приведены пример использования соответствующих компьютерных подходов вот это поиск ингибиторов киназного домена рецептора тгф-бета-1 компания или лили использовала традиционный химический скрининг для поиска лидерного соединения а затем провела его оптимизацию это происходило в 2003 году и получила некое соединение которое здесь нарисовано вот на левой картинке тоненьким другая компания биоген айдек использовал виртуальный скрининг на основе структуры более слабого ингибитора и тгф-бета-1 рецептора и было отобрано 87 соединений лучшие из которых совпало по структуре соединениям отобранным на основании традиционного химического скрининга верили ли вот это соответственно соединение на правой картинке таким образом на этом примере видно что двумя совершенно разными подходами традиционным химическим скринингом и компьютерным скринингом может быть получено одно и то же соединение ингибитор есть еще один широко использующийся подход который в основном применяется для оптимизации прототипа лекарственного средства так называемый кусок или quantitative structure activity relationship по-русски это называется поиск количественных соотношений структуры свойства это процедура построения моделей позволяющих по структурам химических соединений предсказывать их разнообразные свойства поиск количественных соотношений структуры свойства основан на применении методов математической статистики и машинного обучения что очень современно для построения моделей позволяющих по описанию структур химических соединений предсказывать их свойства физические свойства химические и биологическую активность здесь перечислены ресурсы позволяющие строить новые модели структуры свойства есть еще более сложный вариант кусара так называемый 3d кусар это расширение классических кусар подходов с учетом трехмерной структуры легандов для предсказания их биологической активности с использованием современных хемометрических методик попросту говоря вот на картинке внизу показано что взаимодействие с красными областями негативно отражается на активности леганда а взаимодействие с синими областями положительно влияет на активность леганда то есть этот леганд может эффективно взаимодействовать с таким белком у которого соответственно в красной области ничего нет а в синие области есть определенные группировки и желательно там наличие именно этих группировок конкретный пример подбор ингибиторов от фазы 3 транспортной системы грамм отрицательных бактерий возбудителей инфекционных заболеваний эта работа сделана непосредственно у нас в институте методов компьютерных подходов для конструирования лекарств роль 3 транспортной системы заключается в переносе факторов вирулентности белков эффекторов из бактериальной клетки непосредственно цитоплазму клетки хозяина вот внизу показана мембрана клетки хозяина соответственно от и фаза обведена красненьким она способствует тому чтобы вот этот комплекс который представляет собой 3 транспортная система эффективно переносил белки эффекторы из бактериальной клетки вот ее двойная мембрана показана снизу в клетку хозяина каким образом была доказана функция от и фаза ключевая для этого процесса дело в том что мутанты по гену от и фазы утрачивали вирулентность от и фаза 3 транспортной системы являются привлекательным мишенью для подбора ингибиторов кандидатов лекарственных средств для борьбы с хламидиозом вот здесь показана структура от и фазы 3 транспортной системы она имеет вид гомогексомерного кольца это означает что в состав этого кольца входят шесть одинаковых мономеров каталитический сайт находится между двумя субъединицами от и фазы следовательно для проведения эффективного скрининга необходимо иметь трехмерную модель димера от и фазы и вставлять ингибитор на интерфейс двух субъединиц построение димера от и фазы хламидий мы осуществляли в программе моделлер для этого были использованы трехмерные структуры гомологов затем делали выравнивание аминокислотных последовательностей гомологов и аминокислотной последовательности от и фазы хламидий и была построена трехмерная модель димера от и фазы хламидий программа для виртуального скрининга которую мы использовали называется мол софт icm я про это уже говорила мы использовали библиотеку низкомолекулярных химических соединений состоящую из 220 тысяч соединений и отобрали примерно 7000 кандидатов со скорым лучше чем минус 20 вот здесь показана структура 16 отобранных для дальнейшей работы соединений дальше эти соединения были синтезированы и и уже в экспериментальном тестировании проверены на снижение количества хламидийных включений хламидия это внутриклеточные паразиты при различных концентрациях этих ингибиторов вот желтеньким выделены наиболее перспективные по результатам экспериментального теста соединения здесь показаны структуры химические структуры трех соединений которые либо полностью либо частично блокировали развитие хламидии в кариотических клетках на этом рисунке можно выйти видеть как выглядит хламидийные включение внутри клеток без использования соответствующих ингибиторов это картинка а и с использованием различных концентраций соединений которые мы подобрали в качестве ингибиторов вот видно что на картинке е полностью отсутствует какие-либо среды хламидийных включений так выглядит результат компьютерного построения это не результат рентген структурного анализа а просто мы с помощью компьютера сделали докинг наиболее эффективного соединения в активный центр от этой фазы и вот таким образом выглядит конформация нашего соединения в активном центре для усиления антихламидийных свойств нами были синтезированы другие соединения похожие которые будут исследованы в ближайшее время для того чтобы убедиться более активно они или менее активные в какую сторону вести химическую оптимизацию этих соединений здесь видна публикация которая явилась результатом наших исследований по идентификации ингибиторов а те фазы системы третьего типа хламидийные на этом позвольте закончить нашу лекцию а благодарю за внимание еще раз повторяю что задание по седьмой лекции не будет соответственно готовьтесь контрольный который будет в начале следующей лекции по материалам 6 и 7 лекции и присылайте задание по 6 лекции на настоящий момент задание прислали всего 32 человека все будьте здоровы благодарю за внимание до свидания